Добрый вечер в эфире современный агробизнес я его ведущий Руслан Трофимов В ноябре в Матвея-Курганском районе в формате «Меполе» состоялась встреча сторонников прямого посева Они посмотрели, как ООО «Олимп» работает по этой технологии Руководитель хозяйства Александр Федоренко, он же является генеральным директором Ассоциации сторонников прямого посева рассказал гостям о своих наработках в этом направлении земледелия В мероприятии приняли участие более 40 сторонников прямого посева из Ростовской области Краснодарского края и Ставрополья Они собрались, чтобы поделиться опытом и наработками в этом направлении земледелия Интерес к этой технологии постоянно растет, круг сторонников расширяется И цель Ассоциации как раз в том и состоит, чтобы распространять знания по этой технологии И люди, которые захотят перейти на эту технологию И те, которые уже работают по этой технологии Допускали меньше ошибок и как можно безболезненно, как можно с меньшими потерями переходили на эту технологию В феврале этого года мы планируем большое мероприятие Это зимняя конференция, на которую мы постарались собрать самых авторитетных спикеров в этой области Также будут у нас гости из Соединенных Штатов, гости из Швеции, которые уже работают более 20 лет по технологии посева Естественно, у них накоплен огромный опыт в этой области И вот это мероприятие, это будет, наверное, ну, как бы так образно сказать, апогеем всей нашей деятельности После решения организационных вопросов все участники мероприятия отправились в село Каменно-Андриановку на поля ООО «Олимп», директором которого является Александр Федоренко На одном из полей после уборки озимой пшеницы в этом году была посеяна смесь редьки масличной с горчицей и ячменем Почему сделали с ячменем? Потому что селка высевает минимум 30 килограмм на гектар Горчицы и редьки этой смеси 30 килограмм на гектар многовато сеют Поэтому добавили ячменя, чтобы норму высева горчицы и речки снизить и посеяли 30 килограмм на гектар Какие цели, для чего мы это делаем? Ну, при переходе на прямой посев есть так называемый переходный период Мы почву не обрабатываем, она сразу у нас начинает уплотняться Структура ее меняется не в лучшую сторону в первые годы применения прямого посева И чтобы пройти этот переходный процесс быстрее, покровные культуры помогают нам это сделать Что они делают? Имея корни, они рыхлят землю Во-вторых, выращивая какую-то массу органики и оставляя ее на поверхности почвы Мы обогащаем почву органическим веществом, что тоже на структуре почвы в конечном итоге благоприятно сказывается А также, имея на поверхности почвы, когда произрастают какие-то культуры, они же в почве имеют живые корни Для чего нам нужны живые корни? Для того, чтобы питать ту биоту почвенную, которая естественным образом присутствует там всегда Одним из преимуществ технологии прямого посева является то, что снижается водно-ветровая эрозия почвы Накапливается и сохраняется влага в корнеобитаемом слое На другом поле в качестве покровной культуры была посеяна кукуруза Не было это, как бы сказать, целью посеять кукурузу именно 100% в качестве покровной культуры Здесь идет отработка элементов технологии подсева покровной культуры в междуряде вегетирующей В качестве вот той вегетирующей культуры была выбрана кукуруза Ну, есть, как бы их называют, бинарные посевы Когда мы одновременно с севом товарной культуры, подсолнечника это практикуется Высеваем бинарный компонент, ну, в ту же Вику или Донни Для того, чтобы также привнести разнообразие на наши поля То есть, чтобы в монокультуре там не росли культуры А как можно больше различных культур для улучшения здоровья почвы Идея такая, что получить сходы товарной культуры Отработать гербицидом, очистить поле от сорняков И после этого все эти бинарные компоненты Значит, сразу после уборки пшеницы в этом поле Посеяли кукурузу Ждали, пока на кукурузе появится шесть листьев Появилось шесть листьев После шестого листа в междуряде сеяли Вику Вот в таком виде это поле вы наблюдаете сейчас День поля продолжился в машино-тракторном парке Сторонники прямого посева посмотрели технику, применяемую при этой технологии И проверенную опытом Они рассмотрели плюсы и минусы каждой сеялки Сеялки дисковые лучше в этом отношении Ну, опять же говорю С тройным диском В принципе, какой плюс Посеет по почве любой плотности Она тяжелая Резак разрезает И в дорогу Ну, как накатываем дорогу И в дорогу она сеет Ну, а минус Много Всяких рабочих органов Допустим, подсолнечник Там кукуруза Везде забивается Чуть мокрая земля Проблема То есть, монодиск он легче идет У него меньше рабочих органов Он легче идет по растительным остаткам Но Монодиск Сеет Ну, он так работает Сеет под углом И бобовые культуры Не Могут пробить вот этот свод Да, так называемый Который образовывает монодиск В этом проблема Это Ее еще Вот эту трехдисковую сеялку Называют аргентинским вариантом Они там соей занимаются Они столкнулись с проблемой монодиска Что Вот этот свод не пробивает Бобовая культура не может выйти Ну, она то выходит, но не сто процентов Поэтому вот эта система у них наиболее распространенная Проблема Сеет была по подсолнечнику Она рассказывает Да, вот мы Как бы Когда ее приобрели И нам рассказывали Как и все это делают Что обрабатывать то ничего не нужно То есть комбайн прошел И мы заходим сеять сразу Заходим сеять по подсолнечнику Это сразу Вот эти палки везде набиваются Сразу 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 Начинает она Забивается Начинает землю Как бульдозер Впереди себя Тянуть Как решили проблему Да Начали эту палку просто надо убирать Перебиваем палку Потом сеем Нормально Вот в прямом посеве Тема традиционная технология отличается Что постоянно приходится перестраивать севоборот В том числе и как с наименьшими затратами Да Решать эти задачи Как с наименьшими затратами Выстроить вот эти цепочки Какая культура должна после какой идти Чтобы и убрать вот эти все обработки Лишние обработки Лишние движения Внедрять технологию прямого посева Олимп начал в 2011 году За это время накоплен достаточный опыт Чтобы можно было поделиться им с коллегами Какие я еще вижу для себя здесь возможности Скажем так Вот После гороха Перед посевом пшеницы Мне тоже хочется вставить туда какую-то культуру Почему? Вот в этом году Посеяв горчицу с винтой Даже ту же кукурузу Которая оказалась бы Вот она на 90 на 70 сантиметров И она слабо затеняет почву Но Берешь лопату в руки Выезжаешь в поле И смотришь в те поля Где растет редь Смотрю в те поля Где кукуруза растет Вот совершенно разная почва Чем? Вот она после гороха Голая стоит На ней ничего не растет То есть Вот удивительно было Ну я не могу это объяснить Опять же Хочу вас пригласить на конференцию Потому что Вот американцы Они Они знают ответы на эти вопросы И Вот Умеют рассказать Понятным языком Не Для Там Ученых А вот для нас Для крестьян Галина Запорожцева Руслан Трофимов Телекомпания Премиумсия На сегодня это все Всего вам доброго До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»